И слово берите. Ситушечку ставили. Нет, я же здесь не рыбачу знаю. Сети не наши, мы здесь просто на лодке катаемся. Вот обычные отговорки, к которым прибегают любители незаконной рыбалки. Но в этот раз уйти от ответственности им вряд ли удастся. Инспекторы снимают вставную сеть, на нарушителей составляют административный протокол, а пойманную рыбу выпускают обратно в реку. Сейчас начинается время хода леща. Эта довольно крупная рыба всегда привлекала внимание местных рыбаков. И поэтому в укромных местах, в затонах, возле устья небольших рек без труда можно найти орудие незаконного лова. Сотрудники рыбнадзора говорят, что иногда за один рейд снимают несколько сотен метров вот таких вот плетеных ловушек. Вот такие вот дешевые китайские сети десятками находят по всей акватории Енисея. И самое страшное, что эти сети действительно стоят недорого, их бросают, рыба в них гибнет, разлагается и отравляет всю окружающую среду. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, сотрудники рыбнадзора ежегодно проводят акцию «День без сетей». За один только рейд нам удалось обнаружить более десяти орудий незаконного лова. Недавно поставленные сети заметны сразу по поплавкам. А вот старые, брошенные найти очень трудно. Под тяжесть тины и пойманные рыбы они тонут. И тогда достать их можно только с помощью кошки или трала. Вот эта плетенка пробыла в воде несколько недель. Застрявшие в ней щука, окунь, сорога уже давно протухли. И запах рядом с этим бесформным комком лески сейчас стоит невыносимый. Он пример такой бесхозяйственного отношения людей. Просто, можно сказать, преступного отношения к природе и к нашим водным биоресурсам. Мало того, что ставят сети, которыми сейчас рыбалка запрещена, но еще и бросают их. Чтобы избежать такого варварского отношения к природе, сейчас готовятся поправки в закон о рыболовстве. Они будут строго регламентировать порядок и правила использования сетей и других орудий лова на территории нашего края. За каждым человеком будет закреплено определенное орудие лова, которое будет учтено у нас. С этой сетью должны будут люди уже находиться. То есть они не смогут ее просто бросить. Бирочка на каждой сети. Вот тогда это уже будет законная рыбалка. А не как сейчас, вот так вот, вредительство. Новые правила должны вступить в силу уже в ближайшее время. А пока любительская рыбалка на сети в Енисейском районе полностью запрещена. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Есей. Новости.